мини-обзор ночного джорджтауна так как мы завтра уезжаем есть немножко времени поснимать заодно поэксплуатировать новую камеру смотри какая реклама забавно гирлянды тут кстати очень часто это эти слышим фейерверки на праздник новый год у них продолжается до правильный но от них что так устаешь хлопков неожиданных сидишь сидишь как бахнет то на пляже мы там подскакивали петарды там подкидывают постоянно кто-то то это было и до нового года и в новый год кстати то же самое же было и в куала-лумпуре до полум прижи тоже было никакого нового года не было но хлопки постоянные какие то есть создалось впечатление что малайзия не та страна которая любит тишину то здесь уважение к тишине по монет нигде те не кажется так где бы да я вот просто насколько все проданы думаешь что ты ошибаешься может быть это продолжает жить и продолжаешь слышать то хлопки тому сон то крики людей то есть люди очень громко разговаривают часто это еще и ночью может быть или рано с утра я думаю что здесь люди тишина она не неведома да но мы сегодня находились накатались до завтра завтра часов всем выйти придется до бата ференги все-таки раз там более менее комфортно и да там принципе хорошего то мне понравилось что-то на night market там нормально можно взять еду хорошую здесь мы сейчас опять ходим тут не нравится там не нравится очень много еды которая невкусная не знаю не то что она не специфична она просто отвратительно приготовлено вот и все понятно что специфичность там может заключаться сладко она или очень гедреная она просто невкусная малайзия такая страна где постоянно надо что-то искать да здесь тротуары я смотрю вообще нигде не свободны да все время приходится обходить змеи змейкой о мерцаю тому же дожди на походу будет ну вот джорджтаун больше на хотя и похож в таиланде или он более такой развитый на на чем все таки хотя хотя и на на все таки менее цивилизован больше в деревне наверно подходит до здесь по цивильнее все таки местах но тоже освещение мало я очень не понимаю я не понимаю проблемы я не знаю ли я настолько привык к питеру что там нормальное освещение что в казахстане в алмате с освещением беда какая-то что здесь освещение такое тусклая вот это это ночная тусовка хотели к морю подойти а тут по ходу все перекрыто как-то попробуем обойти не на получится ли стоит как относится к таким вот вещам вот здесь высота с меня ростом здесь ничто не огорожено я не знаю может место это конечно знают все эти дырки ну так а если какой-нибудь турист грубо говоря напьется туда уберется типа не напивайся не ходи но таких открытых колодцев очень много протестантского кладбища решили мы очень зайти сюда освещение кстати смотри фонари то есть освещение нету они все вот в этой самой вот все видишь вот это как это как бы коррозия камня можно назвать я не знаю они все вот этой черный год ну конечно древняя какой-то в натуре и какой год до рождества христова а здесь просто год наверно что в возрасте 64 лет 200 до скрипы здесь слушай если она протестантскому что когда здесь еще вот это было колония это да то есть когда англичане здесь были может быть они оставили слева там еще одна вот 800 800 83 год александр дистант дистант умер 6 декабря десембр это же декабрь да смотри таки действительно старый кладбище во что здесь фрида хи тин бач 19 века короче удивительно что оно такое небольшое оно не густо сделано и там еще есть свободное место и здесь нет никаких решеток и людей тоже здесь нет просто такое здесь что-то здесь есть там тоже примерно то вот вот это Все-таки ты же читала, что здесь отзывы хорошие от Джуштауни? Ну вот, а мы его, получается, как-то в тонком-то и не видим. Хочется хотя бы заснять, посмотреть. Устала от Малайзии. Я посмотрел видеоролики там, где это. Вот последний, ты помнишь, там они говорят, мы чисто визу получить и быстрее, быстрее отсюда в Таиланд. То есть, ну, не один человек, который так вот побыстрее хотел свалить. Но изначально мы думали, что отсюда бегут, потому что здесь дороже, да? Просто здесь дороже и хуже, да. По сервису-то уж точно. Красивый этот отель. Это отель? Отель. Посмотри сюда, куда я предлагаю. Вот, сюда. Много перекрыто мест. Подходов к воде перекрыто все. Ну, мы, конечно, немного, но вот так вот мы ходим, нам реально пока не добраться до воды, потому что здесь просто все огорожено. Ой, как мы вылезли к воде. Не знаю, сейчас посмотрим, на что это похоже. Этот выход к воде. Фиг ты, здесь дорог нету, да. Здесь, наверное, так. Здесь люди на удочках. Интересно. Смотри, как их переходит в темноту. Люди, главное, здесь рыбачат ночью. А, это интересно. А, это мы идем дальше. Ну, просто архитектура классная, действительно. Как с Питером? Ну, я не знаю, с Питером я как-то сравнивал. Ну, что это похоже. Не знаю. Просто другое все. Ну, прикольно. Есть что посмотреть. Жаль, времени нету. Смотри, какие колонны везде. Вообще классная вот. Прикольно сделано. Мне нравится. Ох! Какой свет сейчас был яркий. Яркий. Киндергартен. Конвент Лайт-стрит. Что это? Непонятно. Пойдем тут. Интересно, а для чего здесь заборы? Субмашину не ставили, что ли? Да вроде канавы есть. Чтоб люди не бегали. Так вроде и между ними проходы есть. Зачем заборы? Непонятно. Смотри, какие ставни. Да, ставни не только в России. Что ж, какой классный этот самый. Архитектура меня вообще восхищает. И ставни старенькие такие уже. Да, стиль-то европейский. Я не думал, что там лазица построили. Тысяча девятьсот... А, тысяча восемьсот тридцать девятый. Ага, как раз, когда там это плавится. Ну, я и говорю, что это в восьмисотых, наверное. Так здесь тяжело переходить улицы. Практически нигде нет пешеходного перехода. И все время приходится в ожидании перебежать, не перебежать. Перебежать, не перебежать. Тяжело. Как-то здесь про пешеходов вообще забыли. Наверное, очень много людей, которые ездят. И почти никто не ходит. Это какой-то дом культуры и быта. Как ЛДМ, смотри. Интересно. Ну, посмотри, здесь есть что. Прикольно. Мне нравится здесь. Вот это уже в натуре. Это уже питерское что-то. Банк Ислам. Интересно. А вон там что-то и машины, и люди. Вот это, наверное, уже ближе похоже на Невский, наверное, будет. На набережку. Это бамбук, что ли? Да, бамбук. Интересно. Ну что, где наша вода? Там же, да, наверняка вода. Судя по всему. Поле какое-то. Согласен, да, да. Сейчас вот так пройдемте, и там по той дороге, наверное, обратно вернемся. Вот так пройдемте. На телефон Honor Magic 5 Pro. Да? Да, эти девушки. О, вот. А, засмеялись, они здесь. Ай. Это нам первые девушки, которые... Да не первые. Почему? Нам уже тоже махали. А помнишь, парень в мотоцикле проезжал мимо, такой, привет? И поехал. Не, это прикольно. Это заряжает эмоции. Вот то, что люди громкие, очень похоже на это. Вообще, на самом деле, они очень похожи на нас. Я вот уже не первый раз это подмечаю. А вот тайцы на нас не похожи. А тайцы другие. А я на еду. А я на еду. То есть они похожи на нас. Одним словом, не описать. Но если ты попадаешь, ты вроде чувствуешь, что-то уже где-то это было. А в Таиланде и все иначе. Там все не было. Там как-то вообще по-другому. Там напряжение практически не испытываешь. Там наоборот какое-то все испытываешь. Расслабление сплошное. О, классно. О, видите. Все это самое машут. Все хотят попасть на YouTube. О, смотри, как там ярко все. О, люди-то гуляют здесь. У меня видео, наверное, как у Варламова. На 4 часа получится. Очень тяжело такие видео смотреть. Но, правда, у него гуще событий. У меня такой релакс вариант. Лайт. Ночной Джорджтаун. А куда там? Там какие-то дверки. Здесь тоже просто набережка. Ну, вот так. Есть там тупик, а только и тупик. Кстати, попробую увеличить. Сейчас камера уже позволяет. Не знаю, но видно тут, конечно, наверное, не суперски. А если в 10 минут? Вот. А вот, добрые люди. Добрые и веселые люди. Хочешь просто по концу? Ну, я хочу, да, какой-то, да. Я хочу, как бы, увидеть хоть что-то. А не то мы ходим, это по... Все это самое... Ты видишь, это самое покажется на всех... Мороженки? Ну, да, типа, пис. Ну, приветствует Виктория. В общем, хотят быть добрыми. Ну, много здесь народ-то сидит. Сколько времени-то уже? 11? Еще нету? Я думаю, уже есть. Ну, вот это, конечно, часть, наверное, интересней для просмотра видео. Потому что это видео-то здесь, что-то какой-то 오랜만е. Вот его на Фонде. Давайте с displayed всем... После его, country-то, эфири. Какой Folge? Да. да очень странно что такая теплая страна и тут как-то нет этого изобилия как есть таиланде да банкок 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 мне нравится я люблю банкок я даже не знаю что мне это напоминает тебе напоминает вообще это место что все это это все кусок это всего лишь это вся набережь и кусок набережки все как-то скучно триста и обнаружил лишь паяк и прикольно я вот никогда не видел вот эту саму вот эту вот штуку моя а чё так резко свет менять шум хожу балуюсь с камерой одной лишился уронил в море буквально на секунду теперь не работает теперь вместо камеры телефон стой стой вот смотри смотрит что продолжаем вести обзор варишь интересно все подряд Манга тоже такая вещь, но она вкуснее. Ох, кошка без хвоста, убирает, и что-то выгулит из-за того. Сидит такая, ой, а у меня здесь форма, вон, стопор. Что, не пролезь что-то? Пролезь, что, улицы не летели. Ой, нифига себе, вы видели? А улицу-то я и не заметил. Вот это да. Вот это улице, уличища. Куалу были такие. Вот это да. Смотри, как оно на видео получается хорошо. Да. Видишь, да? Афотографирую ее. Кстати, а здесь можешь сразу сфоткать, смотри. Я сфоткал. Это прикольно. О, полицейские. Корнвалис. Карнавалис какой-то. И тебе. Слушай, мне письмо. Вообще, честно говоря, название Джорджтаун, оно же мне вообще сразу не малайзийским показалось. Его, наверное, англичане назвали, нет? Ну, мне нравится здесь. Что там? Диамонт. Что-то там написано. А где ты видишь королеву Итори? Смело. А, ее... Да ее величество. А-а-а. Вон года. Когда-то впадает к захоронению на том кладбище. А королева Виктория, это получается английская, что ли, королева? Нет. Я думаю, да. Да, мы ничего не знаем про Журштал. Поэтому... Поэтому мы уходим гадаем. Смотрите, прикол. Бесплатная литература. Хочешь читай. Вот, кстати, да, это мне очень нравится. Ну, это приз библиотека, но здесь еще проще. Подошел, взял, почитал. Принес что-то. Это классно. Ну, вот я такую штуку я бы на заметочку взял. Вот здесь что-то написано. Стикнул Билл. Прикольно. Что, хочешь с собой взять какую-нибудь книженцию? Да нет. Как переводится? Стикнул Билл, кто знает. Ну, Билл. Билл. Стик, это вообще палочка. Я не совсем понимаю перевод. Вот, покажи их язык. Это на английском? Да. Так здесь просто, может, как музей, что ли? Не знаю. Или все-таки реально здесь можно брать, читать? Да, это на английском все. Ну, мне кажется, что это можно брать, читать, потом приносить сюда. Наверное. А внизу, смотри, там на каком-то вот это что-то, китайский как-то жарко. Мне кажется, люди просто сюда, может, не нужно что-то приносят. Нужно ли? Не нужно. Ну, вообще, кому-то может, что-то нужно. Роблифы всякие. Интересно. Как читать-то? О, прикольно. Что, пойдем дальше? Community Sejan Ferocumment Cammy. Не знаю, что это. Такие штучки. Ну, вообще, идея классная. Мне она очень сильно понравилась. То есть, если бы они были в порядке, это значит, мы находимся где-то в Бич-стрит какой-то. Что-нибудь номера такие интересные, черные и с белым. Автобус. Финанг Фри Катбас. Фри Катбас. Ну, Фри Катбас, я вижу, да. Ты слово Фри узнала? Нет, я просто вспомнила в ГТК. Я не знаю, почему так назвать. Короче, как мы на нем ехали. Там, что это, сюда приехали? А, это кусочек-то маленький, проехали бесплатно. Да, там на нем было бесплатно. Да, я помню. Понятно. То есть, тут еще можно покататься. Ну, тут надо разобраться в этой системе. У них... Ну, кстати, я вот вспоминаю в Бангкоке, там же были остановочки, там было все расписано. А здесь такого... Здесь расписано? Я нигде не вижу. Вот только, может быть, на вокзале, на котором мы были автобусом, там что-то написано. Машу попросу. Ну, я вот просто подмечал, что в Бангкоке... Мы же не ездили в Бангкоке на автобусе вообще. Но вот ты идешь, гуляешь, и ты видишь вот эту классную автобусную остановку, которая горит, на которой можно подзарядить себе телефон. А я вот это вообще... А я это все помню, просто я на этом... Ну, я это видел просто. Мне вообще мне это понравилось, восхитило, насколько это было круто. Она с освещением. То есть у них вообще была остановка просто шикарная. Ну, у них там и света, кстати, много. И света у них тоже много, а здесь... Я жал... Я, конечно, хотел... Тогда, когда мы сюда заезжали, я так хотел поеду в мосту прогуляться. А я посмотрел, сколько он... 13 километров самый длинный мост какой-то... то ли в Азии, то ли где-то. А вот этот на 13 километрах? О, гидранты. Помнишь, я фоткал гидрант? Да. Вот у них у всех такие гидранты. Вот это, кстати, английский же, да, наверное, получается? Стиль такой. Да. У кого-то уже сила заканчивается, у кого-то еще нет. Жалко времени. Осталось мало. Смотри, там подсветка какая-то. Сейчас попробуем на набережку выползти. Если там будет что-то. Мне это Васильевский остров напоминает. Какой-нибудь малый проспект. То есть, знаешь, у меня вот такое ощущение, что я выхожу на Неву, а с левой стороны вот этот Александровский мост. Здесь неинтересно, да? Здесь просто едут машины. Сейчас мы пройдем дальше. Я включу. Ну, в общем, здесь, да, надо сворачивать, там же здесь очень не особо интересно. Акране. Смотри, какое это здание. Можно даже сфоткать его. Смотри, какое классное, а? Офигеть. Вот на этом здании мы и повернем. Классная подсветка. Вообще, я заметил, что Азия любит делать подсветку. Что в Казахстане, в Астане. Бангкок весь светится. Это фишка вообще Азии. Подсветка разная. У нас, наверное, подсветка более выдержанная, да? С меньшим количеством красок. А тут прям этого не стесняюсь. А кто вообще любит ходить много? Вот так вот по ночному городу. Просто смотреть, что-то изучать, фоткать. Зайти куда-нибудь, может, вкусно, покушать. Пойти дальше. О, смотри. Клево. Классно. Вот это мне тоже нравится. Сделано. Какая-то... Там наш жарик. Собака. Понимаю. Пикап. Блок кеттл. А, блок кеттл. Это черный чайник. О, смотри, какая штука. О, здесь автобус. Сзади автобус напугал. Такой близко приезжал. Такой. Меня вхлакнует. А, вон, видите, там картинка. А, смотри, пожарка. Дворы. Это что-то уже больше опрашку напоминает. Смотри, какие улочки. А вот это уже Италию больше напоминает. Кусочек. Ну, здесь такие улицы, знаешь, кругленькие. Только асфальта. Там камушки. Собак здесь какая-то. Косточку грызет. Лучше я не пойду туда. О, смотри, какой этот храм. Офигеть. Прикольно. Классно. Пять шариков там во рту. Спасибо. Тебе зачем это? Ну, это показывают тебе, Маш. И вот тут. Это показывают мастерство. Попробуй сделать шарик внутри пасти и камня. И, кстати, вот у этих всех зверей, которые, ну, вот этот шарик, у них вот эта краска. Ведь этот шарик-то, он же тоже из камня. Это, наверное, какая технология должна быть, чтобы так делать? Что? Это красная штука вот у всех этих зверей, у которых шарик во рту. Я уже не первый раз замечала. Может, это что-то значит. Ой, отташки. Ой, отташки. Да, отташки такие классные, колоритные. Прям аж хочется сюда зайти. Может, пройдем туда и дальше там туда пойдем? А? Смотри, какая улица классная. Автобусы. Ой, автобус-машина в зале. Просто суперский. Ага. Классный вообще этот самый какой-то китайский домик. Смарик, зонтики. Слушай, офигенно, классно так вообще. Хочешь тогда пилить? Хотел бы. Мне зонтик мешает. Слушай. Смотри, какие там рисунки красивые. Да, мне этот город очень нравится. Я здесь практически не был. Но мне он очень нравится. Наверное, я бы хотел здесь еще остаться. Ой, это же это самое, караоке. Слушай, какие там рисунки красивые. Слушай, какие там рисунки красивые. Это прям какой-то китайский квартал. Музыка классная. Музыка классная. Джорджтаун. ЮНЕСКО, видишь, занесен. Мне нравятся эти рисунки. Это же божественно. Оно вроде так просто, но так классно. Смотрите, сколько здесь колясок-то. Обалдеть, куда мы вообще попали? Какой-то реально кидайся в квартал. Ну, можно туда? Туда? Пойдем туда. Туда? Туда? Защита. но хотя этот город совершенно не похоже как я подумал вначале порядок колорит не необычный здесь много чего есть посмотреть это просто просто красивый город со всякими рисунками мне мне понравился очень очень классный городочек симпатичный просто надо искать места открыто там сейчас я гляну вроде открыто пока что тут есть такое это мне вообще что-то из сказки напоминает если честно какие-то улочки вот ой я это вот этот маленький желтенький домики вот книжка про буратино было там тоже такие маленькие там где харчевня мне вот это вот напомнило я я в восторге я не ожидал честно говоря мне вам показался вначале неприметным но мы сюда попали я прям вообще это у нас как одновременно сядет улан тогда поищем счет они сказочные прям вот я вот это я помню эту книжку советскую буратиной вот там были такие желтенько такое здание тип корчма там было вот у меня прям вот этот ну что ж будем снимать на мой старый телефончик и кстати почувствуем разницу насколько хуже он снимает скорее всего или лучше а прикинем лучше снимает маловероятно конечно ну вот эта улица меня восхитила а нам же на ли направо надо ты сейчас идешь в обратную сторону я закружился в красоте необычные вот этого всего и джорджтаун ну классный город классный вообще очень колоритный прям восхищается ну он смотри видишь вот там вот все калорийно калорийно калоритно а вот где мы начинали путь вообще как-то не очень ну вот это меня прям вообще так это все там там еще если остановиться на какое-то время пожить там попадаешь к вот 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 электро байки тишина хай саша здесь люди мне нравятся веселые я хочу на самом деле чтобы у нас тоже в питере очень много людей которые ездили на байках чтоб их было не на байк вот на этих электро мобильщиках электромотоциклах электросамокатах было было просто много и чтобы инструктуру начали делать такую уже реальную удобную потому что инфраструктуру у нас хромает в питере еще пока она конечно и и делают и там много уже чего сделано для велосипедистов но сделать бы отдельную полосу для электро транспорта это было бы круто а потом он тихий он не шумит в машину шумит а этот не шумит да после хонора уже на это снимать не очень интересно краски не те ну он там вообще так необычно мне там так понравилось мило да это что-то они у них прямо это повально везде вот это мило от на стле но это что-то типа там типа вот этой как и шоколадной пасты я начали думал что мило это молоко вот это сгущенное который они туда добавляют вот это мило и есть но это что-то не то либо это вот типа вот этой пасты шоколадный но этого мило оно очень сильно распространено здесь я это заметил повально прям дискотека большая светящаяся башня за этим зданием пахнет какой-то резиной кстати часто здесь пахнет какой-то подвальной водой не понятно чем-то вроде как бы и запах морской классный прямо сегодня наслаждался и да вот из этих люков может потому что иначе никак у них там воды может снизу стоянно много ну какие домики как у нас прям в питере домики перешли сюда, так пойдем дальше. Слева там какие-то тусовки наверху шумят. Кстати, тусовок много реально. Кстати, вообще за все время там вообще никто не докопался ни разу. Здесь настолько безопасно в этом плане, комфортно. Слышишь какая-то там долбишка? Где-то там. Здесь таких клубов много, я смотрю. Вот мы когда в Куалулумпере были, вот там вот эта долбишка у нас практически за стеной была. Что было очень некомфортно. Смотри, они пальмы подсветили. Зелененькие. Кстати, уступать дорогу здесь не принято. Будь то женщина, мужчина. Но тот, кто на машине, тот обычно и прав. Пешеходов не любят. Или их вообще не замечают даже, наверное. Уставка. Не знаю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...